Манёвры в воздухе. Украинская авиация сегодня показала, на что способна. В Николаевской области в рамках учений Сибрис-2018 прошли демонстрационные полёты. Всё видели мои коллеги. Техника и военные в ожидании приказа подниматься в небо. На Кульбакинском аэродроме в Николаеве только украинские участники международных учений Сибрис-2018. Их задача сегодня – демонстрация полётов. МИГ-29 проводит показательный воздушный бой. Самолёт-истребитель много лет используют во время военных действий. Он способен одновременно вести активный бой и выполнять манёвры. Морской многоцелевой вертолёт берегового базирования Ми-14 – также классика для морской авиации. Журналистам демонстрируют согласованный групповой полёт. А вот один из самых зрелищных моментов. Ан-2 десантирует парашютистов к месту, где, по легенде, ожидают помощи. В полёте военные находятся считанные минуты. За это время успевают раскрыть флаги Украины и военно-морских сил. А между тем, поисково-спасательный вертолёт Ми-14 эвакуирует людей. Хеликоптер обнаружил эту людину и провел зависание на высоте 20 метров. Потом рейтинг спустился, как вы видели, подцепил эту людину и эвакуировал. Тут самое главное – вытримать место весения и высоту, чтобы, когда опускается рейтинг, поднимается, его не раскачивало. Завершает выступление показательный полёт Ан-26. Самолёт делает несколько проходов параллельно аэродрому на высоте до 100 метров. Это предельно малое расстояние до земли и требует от пилотов особой ловкости и выдержки. Была невеличкая бофтанка, потому что мы выполнили полёты на ограниченно маленьких и маленьких высотах, а летом до 1500 метров идёт вертикальная конвекция, вертикальные потоки. Военные отмечают, что сегодня погода была благоприятна для пилотирования. Впрочем, они готовы к работе и в сложных условиях. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал Интер. Николаевская область.